Не только двойное гражданство могут запретить. Замахнулись депутаты и на двуязычное вещание. Уже в ближайшее время могут ввести квоты на украинский язык на ТВ до 75%. Законопроект авторства депутатов от Народного фронта Николая Книжевского и Виктория Сюмар. По мнению нардепов, такие квоты помогут защитить украинский язык. Но вот другие считают, что документ может нарушить права тех украинцев, которые говорят на других языках. В законодательных инициативах разбирались наши корреспонденты. 75% телеэфира на украинском. Такие квоты уже в ближайшее время могут принять депутаты. Они будут касаться практически всей телевизионной продукции, новостных программ, фильмов, сериалов и шоу. Если программа неукраинская, ее должны будут дублировать. Остальные 25% могут быть на русском или любом другом языке. Соавтор законопроекта Виктория Сюмар уверена, так Украина сможет эффективнее бороться с государством-агрессором. В условиях войны мы говорим про торговлю, про товары государства-агрессора. Мова государства-агрессора так же. Это очень серьезный момент. Это способ защиты Украины. Но кроме того, конечно, это очень важный крок до национальной идентичности. Квоты будут действовать каждый день с 7 утра до 10 вечера. Для местных телеканалов проценты меньше, 50 на 50. Поблажку сделали для музыкальных каналов. Там на украинском должны будут выходить 20% клипов. Правда, вот что делать, если нужного количества не найдут. И не придется ли дублировать на украинский, к примеру, клипы группы Pink Floyd или других, пока неизвестно. В течение года так же в счет украинских квот можно будет демонстрировать русскоязычные сериалы, если они изготовлены в Украине. А вот российский или любого другого производства придется дублировать. Это уверенный автор законопроекта будет стимулировать производство отечественной телепродукции. Но вот медиаэксперты, хоть и не сомневаются в необходимости закона, однако не уверены, что отечественных сериалов и фильмов без господдержки в эфире станет больше. В Украине достаточно много контента снимается, но он, в основном, снимается под российский рынок. Ориентируется на российский рынок, и это сложно, скажем так, законодавшую регулировать. Я бы не сказал, что этим законам удастся как-то эту сферу стимулировать производство. Однако многие эксперты уже успели заявить, закон может нарушить права украинцев, которые в быту говорят на русском или другом языках. К примеру, по последним данным центра Разумкова, таких людей куда больше 25%. Если брать Украину в целом, то в районе 57% говорят преимущественно на украинском, и около 40% преимущественно на русском. Именно разговаривают. Да, родной язык больше считают украинским, чем говорят на нем дома. В том, что квоты нужно пересмотреть, уверены и в оппозиции. На жаль, влада замість инициирования проектов, которые объединяют страну, вкидают в общество темы, которые начинают расхитывать ситуацию в середине. Сегодня ухваливать подобный закон не на часе. Сегодня мы должны использовать все инструменты, чтобы донести позицию украинской державы каждому гражданину Украины, независимо, на какой языке он говорит. Особенно для тех людей, которые сегодня живут в Крыму, живут на неконтролированной территории, живут в зоне АТО, где переважно общаются с русской языком. В парламентском комитете по защите свободы слова и информационной политики не исключает. Законопроект еще могут пересмотреть. Однако, в какую сторону, неизвестно. Александр Котов, Дмитрий Шилин. Подробности телеканал Интер.